Торжественное вручение премии «Спортсмен года» открыл губернатор Севастополя Сергей Иванович Миняйло. Он поздравил городских спортсменов с наступающими новогодними праздниками, а также поблагодарил их за блестящие выступления на всероссийских и международных состязаниях. Я хочу сказать слова благодарности спортсменам, тренерам, которые, невзирая ни на что, работали, воспитывали и достигли, я скажу, очень высоких результатов. Я тут ругаю иногда своих подчиненных. И когда начальник управления сказал, что он сделал, он сказал, мы достигли результатов определенных. Нет, результатов достигли спортсмены и их тренерами. Сергей Миняйло совмещает пост губернатора с должностью председателя Олимпийского совета Севастополя. Градоначальнику вручили кубок от Олимпийского комитета России за пропаганду Олимпийского движения. Затем губернатор приступил к церемонии награждения лучших спортсменов уходящего сезона. В 2015 году члены жюри из чиновников Управления по делам молодежи и спорта и Городского Олимпийского совета выбрали трех победителей. Ими стали чемпион России в классе парусников Финн, яхтсмен Алексей Борисов, обладательница титула чемпиона мира по сумо, мастер спорта международного класса Дарья Ибрагимова, а также пловец-паралимпийц, рекордсмен мира на дистанции 100 метров брасом, серебряный призер чемпионата мира 2015 года в Великобритании Андрей Граничко. Победителей наградили перснями от Севастопольской ювелирной компании и другими ценными призами от спонсоров. В этом году достижений для меня много было открыто. Я стал серебряным и бронзовым призером чемпионата мира. Затем через несколько месяцев в Сочи я установил мировой рекорд на 100 брас. Следующий год очень тяжелый будет. В следующем году и чемпионат Европы, и паралимпийские игры. В 2015 году в Севастополе звание мастера спорта получили 12 человек. Добавился один мастер спорта международного класса. Высшее спортивное звание получил армрестлер и действующий чемпион России Александр Кудрюков. В торжественной обстановке спортсмены получили свои новые удостоверения. В номинации «Лучшая федерация» победу разделили три олимпийских вида спорта. Бокс, дзюдо и парусный спорт. Благодаря руководству Федерации бокса и городских меценатов в 2015-м в Севастополе открыли два новых зала. На северной стороне – Дю США номер 8 и в поселке Кача. Руководство Федерации планирует в 2016 году полностью отремонтировать школу бокса «Спартак» на Большой Морской. Понимаешь, зачем это надо, тогда, когда это получается. А нам зачем говорить? По нашим результатам все видно. Нам нравится, мы стараемся. Отметили и тех, кто круглый год освещал жизнь севастопольского спорта, рассказывал зрителям, читателям и слушателям о достижениях и победах. Лучшим спортивным корреспондентом вновь стал Владимир Милянский, а лучшим фотографом – Юлия Блотская. Журналистам вручили почетные грамоты и сумки с символикой Олимпийского комитета России. Иван Клепачев, Виталий Козловский, Севанформбюро.